Приветствую вас на очередном уроке в нашем учебном центре. В этом уроке я расскажу, как установить на ваш компьютер программу Camtasia Studio. Самый простой и наиболее правильный способ это сделать это с официального сайта. Можете в поиск Яндекс написать Camtasia Studio. Официальный сайт называется вот так вот. И с официального сайта вы можете скачать бесплатную, так называемую, триальную версию. Будет она работать 30 дней. За эти 30 дней вы можете ознакомиться с возможностями программы в полном объеме. И по окончании этого периода бесплатного вам предложат либо приобрести программу, либо удалить ее со своего компьютера. Если 30 дней вам не хватает для того, чтобы разобраться с возможностями этой программы, вы, конечно, можете воспользоваться той версией, которую я вам дам. Эта программа, скажем так, условно-бесплатная. Пользоваться ей всегда не совсем верно, потому что если вы планируете регулярно заниматься монтажем видео, то лучше, конечно, нажать на кнопочку купить и купить себе лицензионную версию программы Camtasia Studio. То, что я вам предлагаю, это вариант, для кого монтаж видео все-таки не является основной задачей, не тем, чем вы занимаетесь ежедневно. Под видео на страничке урока будет ссылка на Яндекс.Диск, куда я загрузил уже вот такую условно-бесплатную версию. Вам необходимо нажать на кнопочку сохранить и скачать и загрузить файл программы себе на диск. В зависимости от каким браузером вы будете пользоваться, загрузка либо пойдет в правом верхнем углу, как у меня сейчас в Яндекс, либо слева внизу, если у вас там Chrome. По умолчанию программа загружается в папку загрузки. Открываем проводник, выбираем загрузки и вот сюда сейчас скачается архив с программой Camtasia Studio. Архив достаточно большой, поэтому нужно немножко посидеть, подождать, чтобы программа скачалась. Для того, чтобы разархивировать этот файл, вам потребуется архиватор RAR. Он должен быть на вашем компьютере, причем вот такая версия, как у меня. А это версия 5.71. Если у вас будет младшая версия, то архив может нормально не разархивироваться, либо разархивироваться с ошибками. Программу RAR вы можете также скачать с интернета. В поиске Яндекс можете написать winrar, прям так по-русски. И вот, например, с такого сайта, вроде нормальный сайт, для вашей версии операционной системы скачайте и установите эту программу. Итак, загрузка завершена. Архивный файл у меня скачался. Я сейчас его разархивирую. Смотрите, как правильно это сделать. Щелкаю правой кнопкой по архиву и выбираю извлечь. И сразу говорю, в какую папку. Извлечь Camtasia Studio 9. Щелкаю левой клавишей. У меня раскрывается архив. И в папке загрузка появляется папочка с названием Camtasia Studio 9. Теперь вот этот архивный файл мне не нужен. Я его возьму и удалю. Обратите внимание, если у вас стоит такая замечательная программа, как Касперский, то он может сказать, что вот в этой папке у вас потенциально опасное программное обеспечение. Может быть там Троян найти или еще какую-нибудь фигню. Поэтому лучше на момент установки Касперского программы выйти и отключить все ваши антивирусы. Я, например, кажется, это уже не успел сделать. И вряд ли мне получится. Так, пришлось отключить Касперский, перезагрузить компьютер, скачать файл заново. Вот он на мне лежит. Эта папка уже не будет работающей. Я ее удалю. Почему все антивирусы ругаются на вот такие условно-бесплатные программы? Дело в том, что эти программы с измененным кодом. Вот для того, чтобы они не требовали. В активации код программы изменен. Поэтому все антивирусы на такого программы, особенно в момент установки, на них ругаются. Я повторно открою папочку. Папочка открылась. Архив также могу удалить. Сама установка программы очень простая. Все, что вам нужно сделать, это кликнуть два раза на тихая установка русской версии. Вот сюда. Если хотите ставить английскую версию, кликайте два раза по английской версии. Можно, конечно, вначале познакомиться вот с этим вот файлом. Почти меня. Он предлагает вам убрать галочку по изменению домашней странички. Домашняя страница – это та страница, которая у вас открывается, когда вы запускаете браузер. Вот если ее поменять, будет всегда открываться нужная вам страничка. Camtasia Studio после установки будет навязывать нам свою главную страничку. Галочку нужно просто снять. Итак, я сейчас при вас на своем компьютере установлю эту версию, чтобы вы понимали, что я абсолютно уверен в этой программе, и именно этой программой я и пользуюсь. Ну, мне так кажется. Нажимаю «Тихая установка». И все. Больше ничего делать не надо. Нужно просто посидеть и подождать. Программа будет установлена на ваш диск С. На диске С обязательно должно быть место. И места достаточно много. То есть, больше двух желательно гигабайт. Но я точно уверен, что у меня такое место есть, поэтому я и не проверяю. А вам, конечно, желательно, прежде чем устанавливать, зайти на мой компьютер и посмотреть, сколько у вас тут свободно места. Вот у меня там 45 гигабайт. Ну, надеюсь, мне этого хватит. Ничего нажимать не надо, просто сидим спокойненько и ждем. После установки окно установщика закрылось. Ничего мне не предложили делать. Ну и отлично. Вообще-то у вас на рабочем столе должен появиться значок этой программы «Кантазия Студия». Если он не появился, вы можете поискать его вот здесь вот в списке установленных программ. Нужно искать папку, которая называется вот так вот, «Те часам». Вот. И вот значок «Кантазия». Вы можете взять ее и отсюда вытащить. Но я это сейчас и сделаю. Вот так. Все, программа установлена. Можно начинать ей пользоваться. Выполняем двукратный щелчок и программа запускается. Ну, у меня она просто уже запущена, поэтому она запустилась достаточно быстро. Потому что я сейчас именно с помощью программы «Кантазия Студия» записываю этот ролик. Так, надеюсь, никаких вопросов по установке у вас не будет. Программа проверенная, рабочая. Ну, если будут какие-то нюансы, спрошу у Игоря Воробьева, а именно он мне эту программу дал. Кстати, если у вас будут какие-то вопросы по видеомонтажу, Игорь Воробьев, человек, который занимается видео, он у меня в друзьях. Зайдите на его страничку, напишите ему сообщение, он вам ответит. поможет. Так, успехов. До свидания.